Подожди, пожалуйста. Приветик. Привет, дорогая. Я очень рад тебя видеть. Слушай, мы вчера с Оленом сделали запись, и мы говорили о том, что мы вебинар будем делать вот сейчас. Сейчас, завтра будем делать в пятницу в 20 часов. И всех туда приглашаем. Я тебе хочу сказать, давай пять минут поговорим. Я забыл вчера Олену сказать. Давай, я буду использовать техники, которые я использовал там в Армении, за что нас наградили премию Лельского Корсовала Армении за создание науки промышленной психофизиологии в системе научной организации труда. За счет чего многие микроскописты, женщины, которые работали с микроскопами, стали меньше уставать. Да, я помню. Да, и вместо двух лет стали работать пять лет. И я хочу завтра на вебинаре этот элемент дать тоже. А что ты хочешь дать? Какие ты дашь? Ну, я же не могу вот прям рассказывать, что я... Во-первых, я, конечно, дам практики достаточно много. И самое интересное, я дам два подхода. Для людей с избыточным стрессом и для людей более-менее спокойных. Два подхода, да. Два подхода, две практически такие, как говорится, два комплекса для попадания в нулевое состояние. Просто добавим немножко... Потому что в нуле я им буду давать технику развития способностей. Хасам Агарин, я знаю, я знаю. Я поэтому и говорю, это будет интересно, потому что будет много техник, которые как раз-таки будут давать возможность попадать в это нулевое состояние, из которого человек потом может уже создавать и моделировать все, что захочет. Просто нам надо, чтобы ты немножко объяснил нашим зрителям вообще, что такое нулевое состояние. Потому что не все же знают метод ключа. Есть люди, которые не знают. Просто сказать, что это... Вот это состояние сопровождается эмоциями, когда человек находится в состоянии глубочайшего душевного покоя. Нирваны-то. Нирваны, да. И в этом состоянии... Космоса. А я называю это состояние абсолюта. Полного абсолюта. Тесла так и говорил, что он подключается к абсолюту. Я про Теслу сейчас только читаю. Я тоже, он мне очень нравится. Я просто не понимаю, как... Он выходил на это состояние, и в этом состоянии продолжал изобретать. И в этом состоянии нет страхов, комплексов, стереотипов, авторитета. Это в этом состоянии такое безмятежное и свободное состояние ассоциаций, которые помогают изобретать. Вот это... Нет, ну да. Самое главное надо дать понять людям, что не суть находиться в этом состоянии. А надо и восстанавливать. А суть правильно использовать это состояние. Потому что многие хотят просто отключить мозг. Многие хотят... Ну это нирвана, занимайтесь медитацией. А наш как раз метод дает... Служить для потока. Служить для потока. Для потока, для направления. У него получается поточное мышление. Свободное от страхов, комплексов, авторитетов. И он выходит на такие уровни, на которые обычным путем он вопросы эти решить не мог. Шелик, я очень прошу. Давай мы сейчас все секреты раскрывать не будем. Нет, мы не то что... Подожди чуть-чуть. А то мы многое сказали уже. Нет, нет, мы еще можем сказать. Давай еще скажем про нулевое состояние. Потому что нулевое состояние это не отключка от реальности. Ну конечно не отключка. Потому что многие могут так воспринять. А это как раз... Да, это то состояние, которое как раз помогает нам дальше выстраивать... А как раз таки нет блоков сознания и тела. Там сознание и яд. Но это состояние активно. Ясно. Давай скажем. Конечно, конечно. Это не нирвана. Это не когда человек впадает и бездействует. Люди некоторые понимают нирвану, что они отключаются. На самом деле в нирване никто не отключается. Нет, конечно. Нирвана это состояние мозгового санатория, накопительных сил. Это когда человек восстанавливается. И эту же нирвану можно использовать для потока. Для создания чего-то. Для развития способностей. Ну мы это завтра скажем и покажем. И люди быстро... Однозначно. Мы рассказываем, чтобы люди, те, которые не знакомы с ключом, им стало интересно, что это за нулевое состояние. Я только для этого говорю. Я понял. Мало того, я еще хотела сделать небольшое объявление. Мы с Оленом Хасайевичем начинаем новый такой курс, программу со следующего месяца. Будем обучать наших школьников. Потому что дети находятся в жутком состоянии. Они, конечно, в шоке от этих ЕГЭ. И поэтому мы сейчас будем брать подростков, организовывать группы. И впервые в России будет, да, я думаю, в мире. Потому что детьми никто не занимается антистрессовыми техниками, подготовки к экзаменам. И мы как раз там будем использовать это нулевое состояние, чтобы они могли проще сдавать экзамены, быстрее готовиться, а также потом... Тем более не забудь сказать, что у нас этот метод в учебнике по физкультуре. Конечно, он и в учебниках. И дело в том, что... И он утвержден Минздравом СССР еще в свое время, в 80-м году. Минздравом СССР уже и рекомендовал был Министерством образования России. Ну, чтобы... Да, метод серьезный. И самое главное, что мы очень много действительно работали в школах. И в детских садах, и в приютах, и где только не работали. Я покажу в кусочках, как ты работала. Да, ты покажешь. Но дело в том, что здесь... Я помню, когда я работала в частных московских школах, куда нас приглашали, мы очень быстро повышали успеваемость. Да, это очень... Они находились в состоянии спокойствия. Почему я это говорила? Это люди, которые уже взрослые стали. А помнишь, мы в школе, там, где Антонина Захаровна, директор была школой, где мы сделали азбуку саморегуляции для родителей и педагогов. Да, да. А потом гретку я в эту школу привел. Она училась в этой школе. Ну, это на Рублевском шоссе. Да. А я просто почему это говорю? Я это говорю для того, чтобы, например, те родители, которые хотели бы, чтобы их дети обучались таким техникам, они могут завтра прийти к нам на вебинар и посмотреть, что это. Чтобы потом, впоследствии, да, записать своих детей или не записывать. То есть это хорошо и для родителей, чтобы родители определились вообще и сами посмотрели, поняли, что это такое. Потому что с детьми, конечно, мы работаем круто, техник у нас много, дети хватают очень быстро. Я только позавчера с одной школой работал, с детишками. Вот, а мы хотим... Просили, да. Я с ними в зуму работаю. Шелик, я тебе хочу лучше сказать. Давай. Я просто хотела рассказать, что... Завтрашные встречи. Дело в том, что там к нам могут прийти еще не по теме люди, а люди, которые страдают страхами, паниками там или еще какими-то проблемами. Конечно, мы им поможем с советами, но мы не клиника. Это я сразу хочу сказать. Мы не клиника, никого не лечим, мы не занимаемся этим. Мы даем советы. Но я хочу, чтобы все поняли, что тема-то завтрашнего вебинара у нас это как раз-таки развитие способностей. И как взять эмоции себе в помощь, а не так, чтобы мы были во власти эмоциями и эмоции управляли нами. Оно так, как правило и бывает. Как овладеть эмоциями и раскрыть способности. Ну, вообще, весь этот год мы хотим посвятить этой теме. Поэтому мы очень много чего будем... Я хочу, чтобы люди сегодня, которые услышат нас, к завтрашнему вебинару подготовились, чтобы они посмотрели под роликом ссылки, ссылки, как войти, войти на наш завтрашний вебинар. И чтобы они обязательно прочитали описание под видео. И чтобы записались на телеграм-канал наш, Метод Мишкоса Ильиева. И еще, самое главное, чтобы они после вебинара, они могли бы нам написать свои впечатления обязательно, обязательно. Потому что это не только для нас нужно, это для всей нашей школы. Да, конечно, для всех людей, конечно. Потому что то, что мы завтра будем давать, это нужно каждому. Это нужно каждому. Поэтому это и в учебнике для 10-11 классов профессора Матвеева. Там синхрогимнастика. А что такое синхрогимнастика, в отличие от обычной физкультуры? Там человек сам себе подбирает. Действия, абсолютно совпадающие с его текущим состоянием в моменте. Поэтому называется синхрогимнастика. То есть действия синхронные текущему состоянию. Мы не будем давать только синхрогимнастику. У нас отборные... А сам подбор этих действий развивает творческое мышление. Вот что интересно. Сам подбор этих действий развивает личность. Вот что потрясающе. Конечно. Там же идет раскрытие потенциала человека. Конечно. Вот это будет важно. Возможно. Единственное, что я тебе хочу попросить. Я знаю, ты любишь свою работу. И мне иногда хочется тебе сказать, Шейла, ну там же вот смотри. Там кто-то пришел, который не по этой теме. И он хочет быстрее, чтобы у него сняли страх. Я тебя очень прошу. Ты свою часть вот этих методов, в которой... У тебя много этих... Ты немножко по времени тоже сократи. Потому что мы вебинар должны по времени. Не-не-не. Я больше получаса... В разных часовых поясах люди. Они не могут... Я понимаю прекрасно. Что ты мне говоришь? Я что, первый раз, что ли? Я тоже, когда начинаю увлекаться, потому что мне хочется больше дать, больше дать, больше дать. Но человек, который в сильном стрессе, он не может смотреть. У него... Давайте мы так. Мы занимаемся развитием способностей. Да, вот чтобы все понимали темы. У нас сейчас тема совершенно другая. Вот это я и хотел, чтобы все еще раз услышали. Нет, я просто хочу сказать, что мы всех будем рады видеть. Но если человек пришел к нам в диком стрессе, пусть он нам сразу об этом заявит. Да, вот. Мы могли сразу... Выровняем общее состояние нашей аудитории и дальше будем давать. Ура! Мы договорились. Хорошо. А вы понимаете, как с собственной дочкой трудно договариваться. Я шутник, я ее марик скажу. Почему именно так? Именно так и есть. Самый сложный. Я тебя целую. Отойдите, это классно. Давай. Я тебя целую. Ладненько. Пока. До встречи. Счастливо. Пока-пока.